В первом полугодии 2016 года Командование Воздушно-десантных войск России планирует осуществить массовое десантирование личного состава и грузов в районе Северного полюса. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, на этом мероприятие боевой подготовки в экстремальных условиях Арктики для десантников не ограничится. Во льдах военнослужащие проведут не один день, выполняя различные боевые задачи. Свой ледовый выход в высокие широты подразделения ВДВ планируют реализовать совместно со специалистами Экспедиционного центра Русского географического общества и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Росатом выступил с предложением присвоить статус территории, опережающего развитие субъектам, расположенным в арктической зоне. Такую инициативу на заседании Делового совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики озвучил советник гендиректора Атом Редмедзоота Александр Бурутин. Ранее стало известно, что Госкомиссия по вопросам развития Арктики рассматривает вопрос о присвоении статуса ТОР Таймыру. Под территорией опережающего социально-экономического развития понимается часть территории субъекта Российской Федерации, на которой действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности для формирования благоприятной среды с целью привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Президентская комиссия по топливно-энергетическому комплексу поручила разработать концепцию развития рынка газа в России, которая должна содержать основные направления дальнейшего реформирования этого рынка. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Галамолзин. Есть поручение президентской комиссии ПАТЭК о разработке концепции развития рынка газа. Она должна содержать основные направления дальнейшего реформирования этого рынка. Кроме того, в соответствии с соглашением ОПЕАЭС необходимо принять концепцию общего рынка газа стран-участников Союза. Конечно, ее нужно обсуждать, в том числе имея концепцию развития внутреннего рынка газа, рассказал Галамолзин. По его словам, в России сейчас есть система трансгазов, которые не наделены имуществом. Они его берут в аренду у «Газпрома», и это создает сложности в обеспечении равных условий деятельности, добавил заместитель руководителя ФАС. «Суть наших предложений в том, чтобы наделить трансгазы имуществом, устанавливать единый тариф на транспортировку газа и для независимых компаний, и для компаний группы лист «Газпрома». Причем это будут цифры от реальных услуг и реального имущества, а не бумажная статистика, которая потом оборачивается для потребителей конкретными расходами», — сказал Галамолзин. По его мнению, выделение транспортировки газа, как это имеет место для транспортировки нефти и передачи электроэнергии, может быть одним из шагов дальнейшего развития рынка газа и может обсуждаться в рамках концепции развития рынка газа. Первый раунд переговоров по соглашению о сохранении рыбных ресурсов в центральной части Северного Ледовитого океана пройдет в Вашингтоне с 1 по 3 декабря. Участники встречи обсудят промысел биоресурсов в центральной части Северного Ледовитого океана, расположенной за пределами 200-мильных экономических зон приорктических государств, общей площадью 2,8 миллионов квадратных километров. В июле в Осло арктические страны договорились не начинать коммерческое рыболовство в этом районе, пока не будет собрана достаточно научной информации о запасах и экосистеме, и не установлены необходимые механизмы правового регулирования. На встречу столицу США приглашены представители приорктической пятерки – России, Канады, США, Дании и Норвегии, а также стран, у которых есть интересы в этом районе – Китая, Южной Кореи, Японии, Исландии и Евросоюза. Ожидается, что первый раунд переговоров покажет, насколько новые участники дискуссии готовы поддержать позицию, выработанную пятью приорктическими государствами. На площадке Российского государственного гидрометеорологического университета в Санкт-Петербурге прошла третья международная научно-практическая конференция «Инфо-Гео-2015» – «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территории». Основными направлениями работы конференции стали геоинформационные системы, обработка и применение космических геоданных в целях управления территориями, применение геоинформации в интересах системы государственного управления и пространственные модели в управлении развитием территории. На эти темы было представлено 45 докладов участников из разных регионов страны. Ряд выступлений касался непосредственно развития российской Арктики, в том числе устойчивого развития арктической зоны России как экологического заповедника мирового значения. Заместитель председателя Союза «Северные промышленники и предприниматели» Дмитрий Ковалев отметил, что весной 2014 года на заседании Совета безопасности России отмечался недостаток информации о ресурсах Арктической зоны в виде геоинформационных систем, атласов и справочников. В настоящее время этот вопрос уже решается, создаются новые карты, опробируются инновационные методики. Планируется, что к 2020 году как минимум часть Арктической зоны России, на которой ведется хозяйственная деятельность, будет включена в единую геоинформационную систему. Также на конференции обсуждались вопросы социальной ответственности бизнеса и культурно-исторического наследия. С 30 ноября по 8 декабря в шести городах России и Казахстана будут организованы выставки-презентации ямальского проекта «Карские экспедиции», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Выставка пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, в Тюмени, в Кургане и в столице северо-казахстанской области Казахстана – Петропавловске. Основная цель проекта – сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также поддержание традиций воздания почестей ветеранам и погибшим участникам войны. В рамках мероприятия в каждом городе планируется размещение выставочной экспозиции детских рисунков «Карское море в огне» и проведение мемориальных церемоний. К участию в презентациях приглашены курсанты военных училищ и институтов, учащиеся кадетских корпусов и классов, общеобразовательных школ, высших и средних специальных учебных заведений гражданской направленности, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Отметим, по целому ряду характеристик среди множества мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, «Карские экспедиции» является уникальным проектом, не имеющим аналогов в России и за рубежом. В 2016 году в его рамках будет создан комплекс компьютеризированной и печатной исторической информации о людях и событиях Великой Отечественной войны, связанных с Ямалом. Проект «Карские экспедиции» реализуется Российским центром освоения Арктики при поддержке Департамента по науке и инновациям, Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, аппарата губернатора ЯНАО. Официальный портал Соловецкого архипелага приглашает голосовать за виртуальную резницу Соловецкого монастыря во Всероссийском фестивале виртуальных музейных программ «Музейный ГИК». В номинации «Электронные каталоги» на суд посетителей сайта фестиваля представлена виртуальная резница Соловецкого монастыря. Это своеобразная виртуальная сокровищница Соловков, где в высоком разрешении можно увидеть драгоценные сакральные предметы обители, разбросанные по различным музеям страны. Проект «Виртуальная резница» – итог совместной работы Соловецкого музея-заповедника, Архангельского краеведческого музея и Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Его цель – сделать общедоступным уникальные сокровища Соловков, хранящиеся в коллекциях-музеях Архангельской области. Поддержать проект Соловецкого музея и проголосовать за него можно на сайте до 15 декабря. Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости номер 27 окончено в селе Ломоносово. Об этом сообщил глава региона Игорь Орлов. Местные власти подписали соответствующие документы о вводе здания в эксплуатацию. Сейчас предстоит укомплектовать училище необходимым оборудованием и получить лицензию на образовательную деятельность. Учреждение откроет свои двери уже в 2016 году. В минувшие выходные завершились Олонецкие игры – всероссийские соревнования белоборудых волшебников. В день рождения Карельского морозца Покаяны сказочные Деда Морозы из разных уголков России собрались на его родине Волонцы на юбилейные 15-е Олонецкие игры. Городской парк превратился в сказочный город, на территории которого разместился купеческий двор Покаяны Куманпиха с купеческой лавкой и чудо-денежкой, с волшебным деревцем и колодцем желаний. Организаторы предложили Дедам Морозам со всей России выступить в сказочном Троеборье, представить свой образ и лучший продукт из родного города, обыграть соперников футбол и очаровать детвору зимними играми и забавами. Главный приз юбилейных 15-х Олонецких игр Дедов Морозов получил скороход из города Кузнецка Пензенской области, который был признан лучшим зимним волшебником страны. Кстати, в этом году Пензу представляли сразу пять Дедов Морозов. Кроме традиционных состязаний Дедов Морозов, гостей фестиваля ждали интерактивные программы, сказочных друзей Покаяны, развлекательные мероприятия, ярмарки, выставки, конкурсные программы, праздничный фейерверк, а также заплывы петрозаводских моржей. Почетными гостями праздника стали российский Дед Мороз, Костромская Снегурочка, всемирный казачий Дед Мороз, Кышбабай, татарский Дедушка Мороз, Толбабай, Удмуртский, царь Бериндей из города Переяславль-Залезский и Талви Ука из Чалны Пряжинского района. Субтитры создавал DimaTorzok